Вот видите, температура выше 30, лист начинает скручиваться в трубочку. О чем это говорит, что в почве в метровом слое нет запаса влаги? А зимая пшеница, флагман крестьянско-фермерского хозяйства Анатолия Иванова, занимает около 20% от всех площадей. Но уже второй год подряд урожайность культуры низкая. Урон наносит не вредитель, а продолжительная засуха. 40 дней нет осадков. Изначально урожай оценился в 60 центеров, сегодня он уже упал до 40. Я думаю, если еще неделя такой погоды, то урожай будет уже 30 центеров. По прошлому году мы получили чуть более 130 миллионов тонн в продукцию сельского хозяйства по растеневодству. Несколько лет назад мы впервые получили чуть больше 100. Как бы это был рекорд района и наших сельхозтоваропроизводителей. То теперь это уже как бы норма, мы не считаем это рекордом. Вот это обыденная жизнь. Поэтому рассчитываю, что хотя бы по уровню прошлого года, даст Бог, получится. Посевная компания выходит на финишную прямую. В Крае уже закончили работу с кукурузой, сахарной свеклой, подсолнечником. Отдельное хозяйство, в частности КФХ Иванова, сейчас досеивают гречиху. По заявлениям властей, проблем с семенами у фермеров Края в этом году не было. Тем не менее, каждое хозяйство решает свои задачи. Одна из важных – обновлять сельхозтехнику. Сегодня мы нуждаемся в шести новых комбайнах. Работаем часть комбайнов парка, у нас уже старые, скажем так. Купить более-менее хороший комбайн, который сегодня стоит больше 30 миллионов рублей, даже отечественного производства. Если пересчитать в продукцию ту же самую пшеницу, это нужно продать более 3000 тонн пшеницы, чтобы купить единственный комбайн. Помощь аграриям оказывает государство. Так, по словам министра сельского хозяйства Края Сергея Межина, на модернизацию отрасли направлено почти 2 миллиарда рублей. Это только на покупку машинного оборудования. А за последние пять лет аграрная сфера получила 60 миллиардов на приобретение машин и оборудования. В четыре раза вырос размер зерновых субсидий. Все это должно помочь перевооружению. Но сельхозпроизводители привыкли рассчитывать на свои силы, а сейчас с этим сложнее. Продать продукцию не проблема, проблема продать по выгодной цене. В Калманском районе объясняют, за килограмм пшеницы сейчас предлагают 10,5 рублей. Это себестоимость. Наша, так сказать, царица культуры – это пшеница. Ее, так сказать, незаслуженно опустили по ценам. Ну, связано, конечно, с реализацией на внешний рынок. Внутри нам столько его не надо. Значит, надо думать о том, чтобы как-то или уменьшить площадя, или, может быть, наладить сбыт в другие каналы, найти другие места, где-то другие страны. Поиском новых рынков сбыта сейчас занимаются власти. В перспективе продавать нашу продукцию могут в Азию. Но в такой специфический рынок еще нужно зайти. А пока некоторые аграрии нашли выход – снижают себестоимость благодаря современной технологии, когда почву обрабатывают без вспашки. Это требует меньше затрат сотрудников и техники. А в затяжную засуху сохраняет в почве остатки влаги. Правда, используют эту технологию не больше 5% алтайских фермеров. Анастасия Драган, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.